Сейчас я буду играть против Армана Арн Кратоса. Насколько я помню, он играл с самим Ниндзя Киллой, который как бы с Соник Фоксом играл. А это, знаете ли, очень серьезные люди. Да, у него мейн, он сейчас мейнит Робокопа. Так что, сейчас он покажет мощь. Профессиональную мощь. Я попробую что-нибудь ему, попытаюсь что-нибудь противопоставить Коттелям. Заодно узнаем много нового. Мы все узнаем много нового, по-любому. Так, до пяти побед. Раз Оштег казнит даже мелких воришек, снисходительность ведет к еще большим нарушениям закона. Показание должно соответствовать преступлению. О, вот это было неожиданно. Так, контроль дистанции, ага. Очень, кстати, у него такие наглые, я смотрю, захватные прям, да? Вертикальные прожарения. О, я на этих встаю. Очень хорошая реакция. Он, он прям увидел, что я буду делать землетрясение. Ух ты, тихо, тише. То есть, сразу захват, да? О, смотри-ка. То есть, даже... Я смотрю, даже профессионалу не так-то просто отбить котелевскую ножку. Ой. Ну, близко, кстати. Там был вопрос чисто одного удара. У него, кстати, совсем, вот, совершенно другая игра. Она довольно сбалансированная, между прочим. И, надо сказать... Вот я сегодня играл в рейтинге за... Напротив Робокопа. Очень отличается. То есть... Очень часто рвет захваты. И очень разнообразно играет, непредсказуемо. То есть, постоянно тактика меняется. Нет какой-то однобокости в тактике. То есть, обычно, вот, играешь, да? Постоянно то делаешь, и другой противник то делает. А тут постоянно разное. Может, еще, конечно, так персонаж зависит. О, да ладно. А это наказание было? Не удался, да? То есть, крашинг будет в следующий раз. Слушай, солнечный луч даже против профессионала может что-то сделать. Это же солнечный луч. Поздно. О, все, вижу, конфирм. Вижу, вижу, ага. Ну, реакция все равно на высоте. Хотя у Коталькана не очень-то это оно и быстро делается все. Да ладно, нарвался. О, у меня что-то дэш какой-то поражался внезапно. Ох ты. О, смотри. Какой опасный. Ребят, этот фейтал был настолько вовремя сделан, насколько это вообще возможно. Вообще, конечно, я рассчитывал, что Арман будет за Шансунга играть. Просто вот очень хотелось именно на Шансунга посмотреть. Но он мейнит сейчас Робокопа. А Шансунга я могу его посмотреть и на турнирах. Пожалуйста. Видосик же есть на ютубе, где он играет против Люканга Ниндзекиллы. Можно посмотреть. Я посмотрел, но что-то мой Шансунг сильнее от этого не стал. Может быть Шансунг не мое. Не знаю. Не знаю. Может. Да, я наглый. А, ты что? А, то есть он, типа, я понял. Всегда работает эскваж... О! Ой, зря. Ой, зря. Ну, он не хочет, чтобы я выпрыгивал. Это, в принципе, логично. Ему это не надо. Смотри, да. Вы, вы... Поставим тотем. Бочечка. Очень хорошая реакция. То есть он сразу понимает, что будет. А я решил, видите, по-другому немножечко. Ух ты. Ой-ой-ой, сейчас опасно было. Сейчас у вас, наверное, просто там шок. Из луча-то он, видите, все-таки вырвался. А, да ладно, он убрал, щит. Низ не блочит, эта фигня. О, пропустил, пропустил. Да-а-а. А знаете почему? Дело в том, что я такую фигню еще никогда не делал. Я решил вот на чем сыграть. Назад 2-2-3 обычно же делают котельканы. И Арман, наверное, подумал, что сейчас он за перфект блочит тройку, когда будет оверхед, типа, к нему лететь. А я взял и в наглую просто землетрясение сделал. Обычно так не делают никогда. Ну, просто не делают, понимаете? А я взял, сделал. Все, и вот вниз. Это как бы было неожиданно. Ой, там что-то... Там вниз 4 был, по-моему. Так. В следующий раз уже не крашен пролетит по голове. Ну, это чтобы гарантированно, типа, раунд забрать, наверное, он фейтал отдал. Правильно? А-а-а. Ну да. С прыжка-то это ж не контрится. А-а-а. Вот да. Вот как бы вот он. Тоже, видите, я атак не делаю обычно. Ой. Ой-ой-ой. Вот это плохо. Ну, нет. Я думал, что, типа, это, ну, не то что реакция, а предугадывание. Но нет, господа. Вот это именно реакция. Вот как раз и отличает обычных игроков от про-игроков. То есть тут именно прям реакция. Да, я могу сделать какой-то неожиданный мув, но если этот мув достаточно, ну, если на этот мув можно среагировать, то, скорее всего, будет реакция. Да, смотри, тут он прям угадывает, да. А-а-а. Коленочка очень хорошая у него. И щит он вовремя ставит. Ну, кстати, это... А, тут у меня уже проблема, кстати. Он меня уже добивает в любом случае. А мы вот так. И смотрел, все равно среагировал. Видишь? Он все равно среагировал. То есть, ладно, это один раз сработало. Слушай, а я тоже урон получаю, это не фиговый. О, пропустил. Но здесь, конечно, да, здесь уже... Здесь уж пропускаешь, то пропускаешь. Ой-ой-ой. А мы вот так. Такого он не ожидал. Нормально все. Нормально мне влетело просто. Смотри-ка, щит-то у него. О-о-о-о-о, тихо. О-о-о-о, тихо. О-о-о-о, тихо. О-о-о-о, тихо. Ну, надо же как-то ударить, уже время заканчивается. А жизни-то у меня меньше, правильно? Даже, смотри, даже... Даже на это он не отреагировал. Ты посмотри на него. Щит, не вовремя, да? А я именно выборный пытаюсь. А я все надеюсь. Ну, неужели он каждый раз реагирует? Он каждый раз реагирует. Два-три, два-четыре. Это мы слышали. О-о-о, это именно контратака была. О-о-о, да ладно. О-о-о, да ладно. Не, этот раунд мой. Хотя бы раунд. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Зачиповал про меня. О-о-о, да ладно. Хорош, хорош, хорош. Все, хорош. Успокойся, Арман. А, ну да, тут некуда деться. Если бы я остался там, я бы от этих иголок отвалился. Ох, ох, наказал. Ну, вот такая вот игра получилась. Было, кстати, весьма интересно играть. Очень разносторонняя игра от Армана получилась. 2-5 получается общий счет. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. А Арману спасибо за игру. Да? Все, всем пока. Пока. Продолжение следует.